Всем здарова, с вами Макс Пауэр и сегодня у нас ремонт Sega Mega Drive. Да, наконец-то пришло и время, и года не прошло. Сегодня будет у нас три Sega. Первая оригинал, да, самая настоящая Sega Mega Drive из 90-х. Вторая тоже близкая к ней, это стародел. И две новодельных. Ну, почему скажете три? Потому что из двух мы соберем одну только. У этой не работает процессор, а у этой проблемы с разъемом и вообще там печальное состояние по приставке. Короче, мы соберем стародельные, попробуем починить их, доведем их до нормального рабочего состояния, посмотрим, что внутри у этой, у этой и у этих двух. Поехали! Mega Drive 2, MK1631-50. Питаются 10 вольт и 0.85 ампера. Создано в Китае. Но это оригинал. И знаете, как они отличаются? Вот самые-самые трушные, которые были, ну, как мне сказали, я увидел в интернете. У меня-то с вами никогда не было оригинала. В России, тем более, а в то время. Они отличаются вот этой вот вставочкой. Если заметите, то это латунная втулка с резьбой. Именно вот эта латунная втулка с резьбой, а также общий вес консоли и присутствие вот таких металлических частей внутри, означает, что перед нами, как минимум, либо очень-очень хороший стародел, либо оригинал, что и таким бывает. Кстати, они бывают с красными кнопками. То есть они и были с красными кнопками. Причем кнопочки здесь вот такие. То есть не выключатель, а кнопка с фиксацией. Да, этой приставки уже порядка 10-24 года примерно. Может быть даже 25. Потому что первые корпуса такие появились в 93-м году, как я помню. И, соответственно, до этого была еще первая модификация. Вот так она выглядела. Там все еще интереснее было. Ну, тоже на рассыпухе, на разных микросхемах собрано. Ладно, хоть болты здесь нормальные, но то, что у Нинтендо. Вот так он разбирается. Толстый-толстый пластик крепкий. Все здесь, в принципе, нормально собрано. Такое литье своеобразное этого времени. А тогда они не скупились на пластмассе. Как я уже много раз говорил. Да, эта приставка непростая. Она еще и модифицирована уже. Человек, который ее делал в прошлый раз, он сделал мод 50-60 Гц. То есть, чтобы игры работали на 60 Гц. Это немножко ускоряет игру. И в целом процесс игры становится побыстрее. Кому-то нравится 50 Гц, кому-то нравится 60 играть. Мы заценим, как это работает. Проблема данной консоли, как писал Армант, в том, что есть какой-то снег на видео. Сейчас запустим, посмотрим, что с изображением. А по плате могу сказать, что оно довольно интересно сделано. Одна огромная, такая большая, как материнская плата, все сравнили с компьютером. Очень неплохой разъем. Туда же какое-то напыление в нем есть. Он весь блестит. Несмотря на то, что приставке очень много лет уже. Сейчас посмотрим с той стороны, был ли какой-нибудь еще ремонт, кроме того, что мы видим сверху. В целом она не тронута, я могу сказать. Все основные вот эти контакты никто никогда не паял. Это хорошо. Да, действительно, 1993 год, тут так и написано. Sega 93. Хотя, вот тут что-то меняли. Похоже на конденсатор. Как-то его печально запаяли. Но вроде контакт есть в виду. И также подключали, вот единственная пайка, это как раз вот эта модификация, для того, чтобы делать 50-60 Гц. Здесь, кстати, процессор написано Sega 315-56-60-02. Какой-то своеобразный код. Это один из первых этих процессоров. Большие такие кварцевые резонаторы стоят. Смотрите, того времени. Это у нас на 53 целых. И что-то там такое. 20-34 МГц. Светодиод вот так вот подсвечивается. Он сюда, видите, переносит свет. Так что в первых приставках будет светодиод. А то мне говорят, вот ты все время ставишь светодиоды на приставке. Ну вот. Они и должны быть всегда по умолчанию. Хотя бы надо знать, как она работает. Может, карточек не работает. А ты включаешь, и ничего нет на телевизоре. А светодиод показывает, что приставка хотя бы запустилась. Ничего криминального здесь нет абсолютно. Ведь необычное покрытие вот этих контактов. Мне тоже интересно было тогда еще, когда мы распаковывали. Кстати, смотрите, под видео ссылки будут распаковки всех этих консолей, которые тут у меня представлены. На лайв-канале. Мы их уже открывали и смотрели. Сейчас мы будем более подробно все это изучать. Есть разные чипы. Это может быть сопроцессоры. Может быть память. Вот эта память стоит еще. Но тут все такое большое и прямо с 90-х годов. Тогда просто не было таких чипов, которые могли бы все в себе вместить. Поэтому ставили много разных. Которые выполняли в целом единую систему по образованию. Кстати, Sega была основана на плате игрового автомата. То есть это, по сути, переделанный игровой автомат. Большое отличие, естественно. Вот эта латунная вставка, как я уже говорил. Вот тут она стоит. И большой-большой экран. Вот такой. Видите, как у PlayStation. Были экраны такие же. Раньше их ставили. А все потому, что... Ну, здесь, во-первых, посмотрите, какая длина дорожек. Она огромная. Отсюда досюда пока дотянутся. Отсюда досюда проводники. Это все может на себя впитывать, так сказать, помехи лишние. Когда особенно стоит у старого телека, вот эти вот LT-телевизоры, они довольно неплохо шумят. Там уже высокочастотные блоки стоят. И импульсные блоки трансформатора. Они довольно могут неплохо загрязнять вокруг, скажем так, магнитными полями все. Да и колонки, усилители большие. Там большие колонки рядом, если стоят, то это тоже может влиять на нашу приставку. Поэтому раньше инженеры делали все просто. Обкладывали все металлом. И это очень правильно. Именно с помощью этого способа мы избавляемся от помех. И нам ничего не мешает играть, самое главное. Следующая консоль у нас тоже MK11 3107. Вы думали, та из Японии? Нет. Та как раз-таки из Китая. Хоть и оригинал. Мэйден Чайна. А это из Японии. Ну, вроде как, не совсем оригинал. Потому что здесь нет вставки. Здесь как-то по другому корпусу. Металлических экранов нет. Уже немножко разъезженные болты. Поэтому приходится плоское отвертое вкручивать. Некоторые. И можно сказать, что да, похоже, что это как оригинал. Только здесь уже плату эту вынесли. Здесь была пайка, кстати. Кто-то уже перепаял вот эту вот вещь. Возможно, весь разъём. Она здесь похожа на ту. Тоже есть чипы. Вот здесь какой-то отдельный. Вот здесь большой основной процессор. Тоже память вынесена. Тоже вот здесь память отдельно идёт. Скорее всего, к этому чипу относятся. Один стабилизатор стоит вот тут. Кстати, а там в оригинале стоит тоже один здесь. Я видел, почему-то некоторые на два ставят. А некоторые на один. Ой, сколько же их было модификаций, а? Поэтому тут так не разберёшься. Лучше посмотреть всю энциклопедию сек. Нам самое главное другое. Какое качество изображения она даёт? Пропаивали разъём. Аудио-видео пропаивали разъём питания. Они со временем отпаливаются. Это нормальное явление. Тут ничего страшного. Просто вот это вот олова, оно трескается. Мы вставляем, вытаскиваем, вставляем, вытаскиваем. Туда-сюда шевелим. Естественно, это приводит к растресканению припоя. Также подпаивали 7805. Основной стабилизатор вот этот. Его надо тоже будет проверить. Что-то с разъёмом делали. Кстати, перепаивали вот этот кварцорезонатор. 53 МГц ставили. 20-34. Как и на той оригинале. Здесь вот походу дорожка уже вот-вот отвалится. Мелкая-мелкая. Видите, поднимаются дорожки со временем. Грязновато припаяли. Грязновато даже. Это была такая у нас Sega. Модификация 0.7. 16-31. И осталось два новодела. Так, все шурупчики убираем. Это я купил где-то на Авито, кстати. А вот это, по-моему, от Сани. За что тебе большое спасибо, чувак. В общем, это две новодельные Sega. Такие вот самые-самые плюшевые, наверное, которые можно найти сейчас в каждом магазине. Но, читая про них отзывы, обзоры, SM801A1, вот, например, процессор я видел, говорят, что это довольно неплохая приставка. И воспроизводить не хуже староделов. А вот в этом еще более современный, кстати, проц. Это ТСТ-6035. Это те самые уже системы в чипе. То есть здесь все практически в этом чипе на одном находится. У этого черного новодела, конечно, поюзанно. Ему досталось в жизни, да. Смотрите. Во-первых, разъем. Тут уж явно только перепаивать. Вот здесь загнуты контакты, вот здесь контакт практически нет. Вот эта штука, вот она болтается. Скорее всего, качество разъема было плюшевое. Сам пластик мягкий. Вот он развалился со временем. Опять стоит стабилизатор 7805 без радиатора. Что тоже не очень. Всегда должен быть радиатор. Она потребляет больше, чем Дензи. Тут уже нельзя просто так засунуть этот стабилизатор и надеяться на авось. Поэтому мы его допаяем. Тут какие-то страшные пайки. Но что-то мне напоминает, что это вроде как заводские, на самом деле. Такие, знаете, китайско-подпольные заводские пайки. Они любят так делать, размазывая вот таким тонким слоем канифоль. По корпусам они практически одинаковые. Можно поставить из белых в черную, из черных в белых. Все крепления должны совпадать здесь. Да. Как будто на одном заводе штопают. Но модификации разные. Есть разное время, когда их выпускали. Кстати, у этой тоже тут дофига всего. Вот смотрите, тут даже два переключателя. Это, скорее всего, возможно 50-60 Гц, а вот это, возможно, регион мод. Хм. Здесь можно сделать 50-60 Гц. Смотри-ка. ТВ, видите, написано. Собственно, просто взять и припаять отсюда, вот сюда выключатель и все. Короче, вот это станет донором. Она не работает. Я ее пытался запустить и напрямую. Видите, примычку стояла 10 вместо 7805. Она должна на 5 В работать. Но она не работала. Ну и что касается периферии. Оригинальных джоев у меня нет. Там вообще, кстати, в оригинальных всего три кнопки. Ну, кроме некоторых исключений. Это тоже новодельные от Мира приставки. Мы сейчас восстановим, чтобы хотя бы пользоваться. И вот такой еще джоев у меня есть. Вот. Он здесь вообще без крестика, но мы сням какую-нибудь штучку сюда, чтобы работать. Плюс засунем провода, и все нормально с клеем, клеем хотя бы. Еще такой. Это мой любимый джоев. Я его притащил с дачи. В прошлом году мы его неплохо так добили до конца, скажем так. Теперь он не работает. Тут отвалился провод, но он стилизован под PlayStation и очень удобен. Мне очень нравится такой формат, поэтому я им и очень много играл, и доигрался. Ладно, тоже снял им. Тут ничего сложного нет. Сейчас будем на них тестировать. Есть еще боб питание. Это тот самый боб питание, кстати, от той самой оригинальной Sega. Тут написано Mega Drive. 10 вольт, 1.3 ампер. Мощный, тяжелый. Ну, на основе трансформатора уж. Другого-то и не дано. Его действительно ни разу не открывали. Вот такие щелчки означают то, что технику в первый раз открывают. Сейчас глянем, чем он отличается от китайского БП на трансформаторе. Ну, с виду ничем. Действительно, китайские точно такие же были. Однако есть небольшие отличия. Обмотки, судя по виду, ну, полностью почти забиты до конца. И сама тяжесть мне говорит о том, что все-таки это более правильно сделано, чем китайские. Вот, как можно проверить? Очень просто. Включаете, нагревается сильно, значит, плохое боб питание. Нагревается слабо, значит, более-менее рассчитано и долго будет работать у нас. Тут написано, что Genesis 2 и Mega Drive 2 и сертифицирован вроде как. Фиг его знает. Ладно, будем считать, что это оригинальный БП. Хотя, современные, естественно, импульсные на голову выше любых таких трансформаторных. Но от них зато теплая ломпота идет. И счет за счетчик. Шучу, конечно. Но они потребляют дофига энергии, просто так нагревая нашу комнату. О, и вот этот разъем. Да, как я ненавижу Сеговский вот этот разъем. Вы не представляете. Не знаю, почему, но у меня прямо отвращение вот к этому. Всегда с ним проблемы, всегда они находятся или всегда теряются он куда-то. Нет, чтобы обычные тюльпаны поставить на вход. Мы, кстати, делали модификацию. Можете посмотреть. Это модификация в прошлом году Сега была. Там вкручивали прям входы для тюльпанов. И та Сега, знаете, какая удобная стала. О, до сих пор лежит. Я ей пользуюсь иногда, играю. А вот эти вот, со этим разъемом, который разбалтывается, это просто кошмар. Ну, хорошо, что он есть. Мы через него подключим. В принципе, на старых-то здесь я ничего не буду трогать. Не надо их портить. И сейчас мне опять скажут, о, Максим испортил корпус. Вот сейчас я испортил. Что ж, давайте при помощи того, что осталось, пока еще рабочим, протестируем то, что есть. И посмотрим, что это за Сеги. Замечательно. Сломался тюнер. Да, я пытаюсь подключить к компьютеру, и он не видит тюнер вообще. Я вот давно не включал, месяца три прошло, и что-то с ним случилось. А, пишет ошибка код 10. Не можно запуститься. Драйвер, пусть уже три разных драйвера осталось. Старый, новый, бесполезный. Что-то мне кажется, что-то здесь сломалось. И, судя по виду, мне не нравится вот этот вот. Вот здесь вот стабилизатор стоит 7805, знаете, как в Dendy и в Сеге. На 5 вольт он питается, тюнер, вот этот стабилизатор. И он постоянно грелся. Видите, здесь все темное стало. Возможно, он отвалился. Вот проблема на ровном месте. Здесь подчернение конкретное в этом месте. Все. Сейчас проверим его. 9 вольт входит. 4,9 вольт входит. Нет, он еще рабочий. Что ж ты не хочешь-то запускаться тогда? Может, пропадет его? Может, пропадет его? Протерем контакты бензином. Они какие-то черные со временем. Кстати, это надо будет сделать с Сегами тоже. Сколько надо мороки, чтобы взять просто и поиграть. Что ж, спешу сообщить, что тюнер работает. Это замечательно просто. Я уже думаю, его потерял. Нет, просто контакты почистил, пропаял и все как новое. Что с ними происходит со временем, непонятно. Ладно. В общем, есть еще одна хорошая новость. Все три Сеги, в принципе, рабочие. Но я с ними замучился, когда подключал. Дело в том, что у них у всех разное блок питания, как оказалось. У этой Сеги, которая староделки, у ней вообще вот такое блок питания, которое я вам вначале показывал. Внутри у него идет, если посмотреть обратно в плату, вот это внутри у него плюс, а снаружи минус. Вот именно такое только подходит. Хорошо, что я обратил внимание на это. У этой Сеги, у которой оригинал, у нее вообще здесь плюс внутри может, а минус снаружи или наоборот, все равно подходит. Потому что тут стоит диодный мост, вот эта вот штучка. А блок питания, который подошел, где то, что здесь разъем сам узкий, вот этот, который должен подходить, он не подходит. Он слишком толстый. В общем, в итоге я подключил блок питания от Sony, PS2, Slim, и все отлично подходит. Она запустилась на нем. Что касается новодела, вон того, тут мне пришлось третий блок питания искать. Третий блок питания, огромный, тяжелый, вот такой, сейчас покажу вам. Тоже это новодельный блок питания, здесь просто минус внутри, а плюс снаружи. Вот обратите на это внимание обязательно, потому что можно легко спалить Сегу, если неправильно подключить. Короче, вот такой подошел к новоделу. Ужас. Поэтому лучше его в ящику куда-нибудь спрятать, чтобы не видно было. Так не слышал его. Ох, трансформаторный БП. Ну, а что касается новодела, вот этого, который почти работает, если его включить на правильном блоке питания, здесь, видите, внутри минус идет. Вот он. Самый широкий контакт – это минус. И подключить его к нашему тюнеру. Вот и сейчас он работает. Я пока поставил, я все контакты перезагинал. Вот здесь вот надо загнуть было контакт, вот тут контакт. И вот здесь согнуто все. Пришлось в трех точках давить, чтобы он включился. Сейчас опять не включается. Так, вот тут, где-то вот тут еще. Ох, запустился. В общем, тут надо полностью разъем перепаивать. И вообще никакущий он. Плюс 7805 греется так, что даже руку держать тяжело. Но главное, что запустилось. Так, а вот с этим староделом здесь все интереснее. Если вот эти сети еще можно легко и быстро восстановить. Особенно оригинал. Он, в принципе, полностью рабочий. Я не знаю даже, что случилось с ним. Арман, может быть, ты просто был питание использовал. Вот такой шумящий, гудящий, старый. И у него все конденсаторы там повысыхали. И трансформаторы как упало работало. Может, из-за этого помехи были в виде снега, как ты говоришь. Потому что на импульсном питании, нормальном, качественном от Соньки, все прекрасно работает. Так что с ней вообще все в порядке, в принципе, с этой Сегой. Ее даже не надо ремонтировать, по сути. Все, что... Ну, можно конденсатор вот этот поменять основной, да и все. Больше я тут не вижу ничего, что поломалось. Нормально. Звук, кстати, тоже отличается у них. Я уже запускал на тех. С другой звук, немножко другой звук. Мы тоже это посмотрим. Ладно. Значит, с ней все бы хорошо. Вот с этой вот Сегой, вот с этой, которая тоже специфична блоком питания, вот этим гудящим. Здесь же сама Сега работает, но... Слышите звук вот этот? Она постоянно вниз нажимает. То есть, как будто Джой заклинило. Но на самом деле я пробовал все уже. Если вытащить, то же самое. Она даже перезагружается, что не должно быть. Где-то здесь замыкание. Вот где-то вот в этой пайке случилась беда. Это неудивительно, особенно учесть, какая тут пайка стоит. А так, в принципе, картриджи запускает она нормально. Вот если поставить вот эту многоигровку... Видите, что происходит? Полностью вот эти контакты все проверяем и запаиваем заново все шлейфы. Плюс прозваниваем, может где-то контакт оборвался. Еще надо посмотреть плату с той стороны. А у новоделла тут побольше задач. Полностью перепаиваем разъем. Вот этот конденсатор можно поменять. Входящий, вон дисламинский, на 470 можно больше поставить. Ставим радиатор обязательно 7805. Припавим все выключатели с той платы, которая не рабочая. Меняем reset. Ну, в общем, тут работы много с ней будет. Это же консоль, к сожалению, не стартует. Только вот такое изображение. И еще какой-то звук странный. Обычно, когда консоль работает, слышно вот этот кварцевый резонатор на полную громкость, когда включаешь. Все равно слышно, что идет какая-то генерация внутри, а тут нет ничего. Даже запускал ее напрямую, видите, от 5 вольт, от USB. Вон отсюда подал. Не, все равно. Не пашет. 440 микрофарад. ESR 0,1 Ом. Смотрим, 470 микрофарад. Ну, пару лет назад, может, 3 года меняли. Но он еще вполне себе рабочий. Ничего не сделать-то и не нужно. Может, побольше поставим. Так, сколько тут было 16 вольт? Сейчас посмотрим. О, 1016 вольт. Отлично. Это от материнки. 844. Ну да. Зато ESR 0 вообще показывает. Еще раз. Он привирает немножко тестер. Но в любом случае, он где-то в два раза лучше. Плюс ESR настолько низкий, что лучше его поставим. Так, вставляем. Вот здесь обращаем внимание, плюс. Маленький плюс нарисован. Это вот этот, который не подписан, а который подписан штрихом, это минус. Да, кстати, что касается вот этого вот переключателя 50-60 Гц. Смотрите, при его нажатии вот что происходит. Скорость увеличивается, но появляются какие-то полосы. Я сначала подумал, что, возможно, тридер не мог переключиться на ПАО, НТСК или типа того. Вот видео стандарт. Секам, ПАО, хоть что выбираешь, все равно черно-белые. Я так подумал, а че же не так-то? По идее, при 50-60 Гц цвета не должен теряться. Спасибо пользователю OldTage81. Это какой-то американский обзорщик. Вот прямо тот же самый Сегу переделал, один в один. И здесь он как раз подключил этот мод, 50-60 Гц. Он подключил на GP3. Вот он здесь, GP3. Это перемычка. Вверху вот это, видите, зеленый подходит. У него она точно такая же. И в массу. То есть на два контакта всего лишь у него посажено. Вот выключатель стоит так же. То есть масса и GP3. Плюс до этого еще он здесь обрезал контакт. Сейчас покажу. Так-так-так-так. Вот этот. Вот видите? Вот здесь вот. Сейчас смотрим сюда. Да, действительно тоже. В этом месте контакт обрезан. Но почему здесь кто переделал, мод сделал? Зачем он сюда поставил плюс? Плюс это там не было. Там только на минус идет и все. И вот минус подходит вот сюда на перемычку и переключается в другой режим. Все. При этом обрезается вот эта дорожка. То есть плюс, мне кажется, лишний. Поэтому вот такая вот ерунда здесь происходит. Так. Вот это можно освободить. 7805. Необязательно паять сюда все это дело. Сачи, может из-за этого полосы. Потому что питание берется напрямую прям с него. Надо питание же с массы брать. Походу неправильно подключили. Да, с канифолью. Вот этот паяльник EPSN-01. Просто чудо. Они созданы друг друга. Все. Вот так вот припаяли. Вот он. 50-60 Гц мод. Сюда точку. Сюда обрезаем дорожку. Сюда выключатель на массу. Все. Что ж. Собираем нашу приставочку. Она готова. Так. Можно еще зачистить. Брезюки не было вот этой. Хотя канифолья, она в принципе безвредная. Но мало ли чем другим здесь паяли. Муж каким-то флюсом заморским. Он разъедает плац со временем. Что касается стародела. Все разбираем. Все, что осталось. Неудивительно, что что-то замыкает здесь. Надо все почистить хорошо спиртом. Во-первых, сначала. Потом все шлифы вот эти заново запаять. За-первых, начнешь барбик цены накрутить сначала. Ну, не винт, а надо же цены забрать. Ну, вот хороший шлейф от Асус. От флопика. Нажмем чуть побольше. Да, тут половина дорожек, конечно, уже отсвоилась. Сверху, снизу. Поэтому придется очень точно впаять. Где-то с нижней стороны, где-то с верхней стороны надо будет паять. Где-то зачищать заново на дорожку. Так. Тут я вот так запаял. Ничего сложного. Просто сверху. Надо сейчас пропаять разъем. Чего-то воняет непонятно. Как будто кислотой паяли. А это не очень хорошо. Ни варани пояете кислотой такую технику. Видите, вот там потресканно. Крайний, например, контакт тоже потрескнутый. В общем, в таких случаях все пропаиваете досконально. Каждый разъем. Даже если с виду целый, все равно растопите улово. Смотрите, чтобы все блестело. А потом еще обязательно мультиметром прозвоните. Что ж, проблема не ушла. Все точно так же. Он постоянно нажимает вверх. Даже с выключенным джоем. О чем прикол. Я посмотрел, как устроен джойстик Сеги. На всякий случай. Отличная статья есть о Сергея Рюмика. Это очень известный человек в консольных делах. И он как-то писал, как работает джойстик Сеги. Здесь есть выходы напрямую. То есть, с кнопок вверх и вниз есть дополнительные простые выходы на разъем. То есть, можно просто замыкать контакты и будет вверх или вниз. И вот я думаю, здесь как раз написано, что первый и второй выходит. Первый и второй контакт я нашел. Тут даже не подписаны. Вот первый. Вот здесь вот. И рядом с ним второй. Соответственно, вот, например, есть масса. Вот у нас второй контакт. И мы, когда его касаемся, то стрелка идет вниз. То есть, мы нажимаем вниз и она работает. Причем, тот же самый эффект, когда мы подключаем джой. Мы подключаем джой и нажимаем вниз. Вот он тоже чувствует. Но кроме вниз и вверх ничего не работает. А вверх именно где-то замкнутый. Он замкнутый где-то внутри. Я посмотрел, куда он выходит. Вот этот четвертый контакт. Он выходит вот сюда. Это ровно сотый контакт. И он уходит в процессор, к сожалению. Да, он в процессоре. 15 мегаом. Мегаом – это огромное сопротивление. Там то же самое, что воздух мерить почти. То есть, здесь нет никакого замыкания ни на минус, ни на плюс. Плюс у нас вот тут, например. Тоже, видите, все пустое. И вот он, сотый контакт. Он также пустой. А этот сотый контакт как раз таки отвечает за перемещение курсора вверх. Печально, конечно, что все уходит сюда. Была бы еще какая-то микросхема, ее можно было поменять. Там драйвер какой-нибудь для джоев специальный или типа того. Но здесь все в нем стоит. Это уже обвязка процессора, все вот эти микрухи. И второй процессор дополнительно. Так что, боюсь, все. Здесь уже только и вменять надо сам чип. Что с ним случилось? Без понятия. Возможно, его, когда что-то здесь сломалось или замкнули вот эти провода, которые были. А может быть, в джоеве что-то замкнуло до этого. Плюс подался напрямую вместо минуса. И что-то выгорело внутри. Он постоянно замкнут вверх. Тут даже непонятно, что за процессор. Судя по виду, очень напоминает мне вот этот новодел, который я сейчас распаиваю. Прям один в один почти. SM801A1. Скорее всего, это из них. Из этой серии. Вот этот сломался, блин. И этот сломанный. Ну, что поделать? Мы что сделали, то смогли. Какие-то они ненадежные, эти 801A1A. Никакой защиты, что ли, у них нету. Спалили, и все. Такие дела. Фух, пайки будет много. Так, в других случаях я взял новую баночку. Канифоли. Не обманули сосновая. Ништяк. В общем, обрабатываем все поверхности канифолью. Сейчас будем отпаивать. Что ж, и вот так вот 64 раза. Эх, долго эта история слишком. Придется феном. Да, это будет не так красиво, но эффективно. Потому что ловый отсос не может просто высосать. Слишком мелкие контакты. Придется сейчас очень быстро и аккуратно вытаскивать. При этом не погнув текстолит, надо желательно это сделать. Так. Тисками зажимаем. Я думаю, насадку надо снять. 300 градусов ровно. Поехали. Будет жарко сейчас. О, мне рука уже онемела буквально. Тянуть ее вверх. Фух. Вроде получилось, но разогрелось все до адских температур. Выдержит ли Sega это? Без понятия. Но деваться некуда. вот разъем некоторые контакты вытянуты ничего есть небольшие повреждения но не смертельно все прозрачные дырочки все открыты еще пока я не поставил разъем чтобы не перекосило от новой пайки я хочу сразу перекинуть вот сюда переключатель вот этот с этой платы это 50-60 керц как раз вот сверху видите обозначен еще мы его быстренько припаяем перемычки убираем отсюда кстати обратите внимание что на выключателях как и на других радиокомпонентах много где много ножек там есть ключ этот ключ показывает как выключатель внутри устроен ну в общем двух словах ставьте на так как стоял на предыдущий платье он он стоял вот так вот кд вперед вот эту два надпись потому что если мы неправильно установим просто будет неправильно работать или вообще не будет работать или еще не дай наука замкнет что-нибудь не то что нужно теперь легко и просто запаиваем как приятно о садится когда канифоль есть а как будто пайка в ванне словом получается есть такой способ на производстве так делают ее немножко окунают в эту ванну плату и все куда нужно она садится с припой до немалое время на нее потратил целый день можно сказать все давайте попробуем потестим как она работает если она вообще живая после всего то что мы сейчас не сделали да все работает сейчас мы ее допилим до конца уже я сам не ожидал что после больше года на мне лежит я думаю все это платье капец уже да нет все прекрасно но звук правда не очень честно звук какой-то глухой у нее и сейчас услышите немножко не такой мне кажется он почетче должен быть убирать сэкономили на законном тракте и разъем и сейчас он даже трогаю он прыгает видите там микротрещина разъема что же давайте допилим до конца ее но смотрите все таки отошла но главное с первого раза запускается то что раньше ужас ужас это же прикоснуться не могу к этому 7805 он перегревается я будем применять все что есть для улучшения этой платы у меня кстати много недостатков но начнем с того что здесь не хватает диода защитного это которые от перед плюсовки блока питания если посмотреть он подключен прямо к выключателю и соответственно на вход питания если поставить то есть при другом блок питания она не сгорит если неправильно будет то что засунем диод обратно следующее поставим радиатор вот сюда найдем из того что есть любую железку и и и светодиод поставим все просто идет поставим на 5 вольт после стабилизатора то есть как раз получается надо вот к этому конденсатору этого подключить смотри-ка у старой платы это все было вот тебе и светодиод вот те кнопочка и вот даже защитный диод стоит все на месте брус конденсатор ставили 470 микрофарад на вход вот с неё то еще и по дербаним тут всего 220 стоит но зато не шунтировали керамическими на вход и на выход то есть от высокочастотных помех странно как будто всякие разные инженеры разрабатывают себя ну уж если есть возможность дополнить плату давайте уж дополнил кстати помните тут энди которую мы делали с двумя джоинами встроенными вот тоже самый принцип а тут уже заводом изготовителем предполагался диод элементарнейшая деталь стоит копейки зато защищает более дорогую приставку почему ее и ставят в каждую приставку с этим оригинальных некоторых нес они уже стояли и вот в оригинальной сеге тоже уже стоит и вот тоже там диодная матрица еще лучше которую без разницы какая полярность ставится толстый контакт а вот проблема джоем кстати было смотрите если принимать на присмотреться вот этот второй контакт вообще отвалился видите трещина микротрещина на входе тоже слабенький 220 микрофарад стоит можно поменять там обычно 470 ставится так и ты видел вот это как раз той семьи 470 отлично так чё еще радиатор обязательно поставим и светодиод до свидета прикрепить так вот эти две дорожки два пятачка как раз будет под светодиод один есть уже как раз подключен к массе вот она идет масса 8 контакт у джоев питание и питание джоев 5 контакт вот этот вот этот или вот этот можно с него с него взять через резистор мы пустим вот сюда на эту точку но к ней приварим светодиод все просто это можно было сделать еще и на заводе почему я не так не доперли не знаю резистор можно на 1 км поставить ничего страшного будет не так ярко заметить зато вообще никак влиять не будет практически давно так не влиять это идет а вот сюда как раз и сюда все будет светиться как родной тут еще удобно то что он съемный можно любой потом поставить заменить хоть зеленый хоть красный хоть синие вообще без разницы правда вообще насчет корпуса я думаю кого поставить есть белый а есть черный оба в принципе более-менее нормальный это помыть надо только вот и оригинальный вот этот был неплохой хорошие шторки пластик такой а это белый 100 которые раздербанил он чуть-чуть потоньше но в целом черный конечно красивее но у него дырочки под светодиод но они просто красную полоску сюда засунули типа включаешь вот она горит вот как раз вот сюда под это место и можно светодиод поставить вот так вот его небольшое сейчас отверстие сделаем чтобы он просвечивал и он будет подсвечивать эту полоску несчастную а к ней а к нему будем подрубать шлейф для технологии смотрите как сэкономить можно горит же горит красным цветом почему нет отраженным правда не своим да и вообще даже выключен состоянии может гореть но китайцы как то так что касается радиатора здесь он так неудобно расположен стабилизатора хотел его только радиатор поставить вот тоже монитора в 10 от личного подходит с виду но это что он так неудобно и глубоко вас посажен он не подходит сюда по высоте поэтому придется делать самому ничего сложного там нет радиатор это просто кусок металла желательно сделать и радиатор из алюминия еще лучше будет из меди она лучше имеет теплопроводность но тем не менее алюминий тоже здесь более чем достаточно короче берем этот кусок сейчас режем вот так вот его делаем дырку и закручиваем в виде спиральки будет у нас не sega а sega dreamcast с таким же злоготипом только в виде спирали спирального радиатора вот как то так а улитка его загнём главная задача радиатора просто рассеивать тепло и чем больше металла тем лучше будет но и желательно что приборы были качестве ребер будет вот такого загогулина ну и вот она родная кпт-8 все в этом видео есть даже кпт-8 у нас тут особо можно не париться просто вот так вот сделаете жестко но функционально на стародельной sega он закреплен точно также радиатор при помощи клея и ничего даже то что греется он довольно сильно греется под 80 градусов где-то не 80 60 70 точно есть ничего не расплавляется так будет держаться все закрываем нашу sega хватит начище всего клеем перемажу меня уже клеезависимость как мне описали в моем предыдущем видео игручного мастера можете посмотреть клеевая зависимость это я такое впервые слышу вот тут можно стать пройтись потому что потому что можно и нужно ну совершенно не такая как была даже нельзя бы руку держать сейчас свободно можно держать градусов 40 ну все стало гораздо лучше показывает замечательно проблем никаких не вижу все собираем следует наш видится и шикарно еду везде клея налью в каждом месте чтобы ничего не отвалилась дополнительно каждое крепление провел дополнительно вот здесь вот я клеем залью чтобы разъемы не разбалтывались и еще надо знаете посмотрите как здесь ходит туда-сюда когда когда двигаешь джоем это все со временем здесь тоже опять развалится опять контакт пропадет поэтому льем не жалеем зафиксируем разъем это уже обязательно нормально все как компактная такая приятная размером с водой но перед тестами починим джои собственно здесь ремонта то никакого нету все как обычно как и с дэнди скими и sony скими джои мы уже это делали посмотрите предыдущие видео плейлисты все будет под видео ссылки их надо открыть посмотреть это вообще рабочий джои тут просто ведь провод весь расшатался во все стороны вместе с оплеткой он уже как-то топлет какая-то стала липкая вся и не знаю без со временем вот этот пластик он какой-то не такой становится но это ладно мелочи почему их открываете и сделать все в заводе было чистить контакты заливаете термоклеем и все будет еще работать сто лет ну хотя бы лет 5-10 кстати он устроен очень просто такая платка такие здесь резинки зеленого цвета сейчас его помою почищу немножко есть отпечатки от следов хотя играли на нем неплохо мы и все собственно вот до провод вообще ничем не был зафиксирование удивительно что он отвалился все постаренький разрезаем вот этот ограничитель так труда конечно могут повредиться но ничего если что перепаяем их заново а пошел до провода все равно его ну ладно припая заново эту резинку тоже все убираем отсюда и заставим ограничитель заново сразу подпишу лучше их мало ли чё забуду при перепайке зачем чтоб контактов сеги а не могли сделать как юсб вот выход плюс минус все четыре контакта нет надо 9 зато эти джои кстати подходят к отаре ну там просто напрямую идут некоторые контакты поэтому им подходит хорошо как вы увидели уже схеме все перепаиваем их да кстати пару слов о канифоль и спасибо этому производителю это не реклама просто и вот это вот действительно настоящий канифоль сосновая натуральная и по запаху прямо то что было раньше но она такая прозрачная красноватого оттенка желтым как и должна быть вот это вот хороший канифоль просто до этого я брал как-то такую еще и это казалось полным фуфлом ведь она как делает трескается запах у нее ужасно синтетический какой-то это фуфло такой не берите так что вот такого производителя вот такой в баночке рекомендую покупки не реклама просто я очень рад что-то взял на эту баночку стоит всего 50 рублей блин хватает на год наверное с не больше смотреть как паять может нам лет пять хватит с этой прям вообще приятно и и ложится припой отлично просто ну просто песня не пайка с такой канифоль а что еще продержится не один год но тут ничего лучше клея не вижу как всегда смотрите как новые после помывки и почистки даже даже эти мягче стали отлично с эти символ я респект этой фильме уважаю именно за то что они правильную форму взяли самую правильную по моему мнению которые есть можно все большим пальцем нажимать лева так что же с этим джон интересно ща их разберу посмотрю и него оба не фурычит это есть тоже есть смотри-ка все работает значит платье все значит плата у нас не функции клирует такое бывает к сожалению сгорают они чипы эти бескорпусные что же но в этот вариант есть у меня один давненько я заказал эти две схемы лежат они уже какой год это с магазина водолей кто знает очень неплохой магазин пара эта приставка может она даже совпадет ну ка ну судя по контактам кнопочек совпадает вот по контактам это вот штука отдельно здесь стоит знаю припаять надо диспла кнопка раньше вот а вот расположению ну будем надеяться на удачу просто припаять точно так же как здесь по порядку сюда а еще было на весов пола зачем ей корпус если он так хорошо бы подходил это блин не тенди нет но не подходит и столько есть все полу вам его час может тут полегче поломка до плата один в один надо провода проверить все провода не отвечают такой вообще бывает хорошо и и дернули такой впервые потому что я другой джо измеряя замечательно ну придется повандалить иначе все равно выкидывать если их не сделаю самое смешное что он подошел полностью все работает но есть одно но нажимаешь вправо он бежит влево нажимаешь влево он бежит вправо а здесь какой-то контакт перепутан надо смотреть час о другое дело это я перепутал вот этот третий четвертый контакт красный и коричневый так что при пайке будьте внимательны ну блин он классно работает сзади очень четко срабатывает он новый неудивительно если смотреть по платам то это вот это вот плата рис вариант sega 2 называется вот его контакты 3 4 вот здесь они 3 4 вот по схеме он как раз 3 4 это left и right видите а также x и мод все ссылки будут под видео спасибо рюмику за эти классные схемы придется немножко попортить текстарит лишь бы засунулся вот уже более-менее совпадает ладно так и закрепим фиг ним лишь поиграть курс тут конечно тот еще за лук и стоюну поставить час 2 возьмем так она вытаскивается серьезно что круглую тут квадратная чё выбрасывать если можно немного поработав отверткой сделать какую-то вещь пусть запасным будет но работать будет самое главное правильно ведь нормально очень даже четко смотри-ка работает после всех мучений наш джой нормально отлично ладно всех с наступающим новым годом че свои приставки иногда в этом абсолютно нет ничего сложного это прикольно интересно а на старом телике это еще суперски четко она фигена показывает и новодел и оригинал даже запустила многоигровку с портами от дензи это про первое да следующий видео будет сравнение как работает оригинал как работает новодел и как работает эмулятор что же лучше из них показывает что же лучше из них дает звук чё за игра интересна барк на ку чё знакомое только это же офигенный street of age называется барк на ку эх классно конечно игрука отличная что ж но насчет той стародельной что могу сказать серега не расстраивайся sega еще не одна будет качестве бонуса и подарка я тебе дарю вот эту сегу она такая же просто поменьше размером тоже будешь играть и радоваться там процессор нужно пока его найдешь пока купишь лучше общем и не запариваться и что так что можно в нее поиграть с оригиналом все прекрасно она отлично работает с многоигровками правда не все регион выпускает нужно еще регион мод будет и по картинке по звуку вообще нареканий никаких нету можно сказать что это так что аккумулятор практически загнанная вот эти реки все выглядит очень четко как угрывых томатов то время наверно а этот босс пока замочу ладно всем пока с вами был макс паул играйте в сегу играйте хорошие игры и с наступающим новым годом чао что делать